Добрый день. Нормально ли меня слышно? Ничего ли не… Звучит неправильно? Все нормально? Хорошо, начинаем. Так, меня зовут Светлана Исакова, я работаю в компании JetBrains. Возможно, вы знаете про эту компанию. Это создатель IntelliJ IDEA, одной из основных сред разработки для Java. И также в нашей компании у нас там достаточно часто проводятся всякие студенческие практики, и, возможно, кто-то из вас в них участвовал или слышал про них. Сегодня я буду рассказывать про Kotlin. Буду все-таки рассказывать. Еще раз немножко словом про компанию. JetBrains — это не только создатель идеи, не только создатель одной среды разработки для Java, но также создатель разных средств разработки для разных языков. Кто-нибудь использовал идею, например? О, отлично, вы все знаете. Какой-нибудь PyCharm. О, пишется на питоне. Хорошо, а еще у меня несколько таких вопросов. Кто-нибудь писал что-нибудь… А, кто вообще здесь Java-программисты? Начнем с этого. Пишут на Java. Прекрасно. Кто смотрел на Groovy? Скалу. Kotlin. Отлично. Есть такие люди. Супер. Итак, JetBrains. На самом деле, когда вы пишете… Когда в JetBrains пишут какую-то среду разработки для какого-то языка, часто оказывается, что нельзя переиспользовать компилятор для этого языка. И по сути в JetBrains все эти компиляторы написаны заново. То есть, например, Java-компилятор там написан для того, чтобы использовать здесь, с нуля свой. И после написания такого большого количества компиляторов вас не должно удивлять, что несколько лет назад JetBrains решили писать свой компилятор, свой язык, ну, как бы так, скажем, набравшись опыта, решили создавать свой язык. Почему это было важно тогда, на тот момент? Хотелось идею писать не на, так скажем, устаревающей Java, а на каком-то более современном языке. И на тот момент из подходящих, из потенциально подходящих вариантов была только скала, но по каким-то разным причинам скала тоже не очень хорошо подходит для того, чтобы развивать существующий проект на вот этом новом языке. Поэтому было решено писать свой язык. Итак, Kotlin — это в некотором роде современный и практичный язык программирования. И сегодня я буду в основном говорить про вот эту первую часть, современный. Это то, что объединяет Kotlin с многими другими языками, которые я уже упомянула, например, Java-языками, такими как Groovy или Scala. Также, например, может быть, вы слышали, что Apple выпустила свой язык для iOS-разработки, который называется Swift. И если присмотреться, то, например, Swift и Kotlin достаточно похожи. Это не то, что кто-то у кого-то украл идеи, а просто есть некоторое такое стандартное, ну, уже такое современное понимание, как мы хотим записывать какие-то концепты языка, какие-то вещи, как мы хотим выражать свои мысли. И сегодня по большей части я буду говорить именно про это, про идеи. Какие-то вещи очень, ну, как бы делаются как-то в Kotlin, я покажу, как они делаются в Kotlin, и они похожим образом делаются в каких-то других современных языках. Про вторую часть, про то, что это практичный язык, я тоже скажу, сейчас я расскажу чуть подробнее. Начнем с того, что Kotlin компилируется в Java-byte-code, и вы его можете использовать во всех ситуациях, в которых вы используете Java. И при этом Kotlin работает с Java, то есть если у вас есть Java-проект, вы можете продолжать его писать на Kotlin. Также Kotlin компилируется в JavaScript, но про это мы сегодня говорить не будем, просто мы знаем, что такая возможность есть. Так вот, что я понимаю под современным языком? Ну, это то, что, повторюсь, объединяет, это свойство не только Kotlin, это что-то, что объединяет многие языки. Я бы не назвала Java 8 современным языком, но, тем не менее, с появлением LAMPT и, ну, на самом деле, с появлением восьмой версии и с появлением кучи фич, она сильно приблизилась вот к этому нашему пониманию, а как мы хотим писать сейчас, как мы можем это писать. Что я подразумеваю под современным языком? Во-первых, лаконичный. Мы хотим избежать какого-то лишнего кода, мы хотим выражать то, что мы хотим написать, как можно меньшим количеством слов и как можно более понятным образом. И вот эти вот современные языки предоставляют нам возможность это делать. У нас нет никакого лишнего кода. И какие-то фичи, которые мы сегодня посмотрим, на которые мы сегодня посмотрим, позволяют нам так действовать. Во-вторых, современный язык, он достаточно выразительный. И в современных… И под этой выразительностью я понимаю, что у нас есть больше возможностей вынести какие-то повторяющиеся кусочки кода в библиотеке. Больше возможности абстрагировать то, что мы хотим сказать и сделать наш код, который мы пишем, гораздо более простым в использовании и в переиспользовании. Возвращаясь к понятию практичного языка. В каком-то смысле это то, что отличает Kotlin от каких-то других современных языков для Java-платформы. И у этого есть свои причины. Под практичностью я в первую очередь понимаю, что код, который компилируется, он должен быть немедленнее, чем Java. То есть мы следим за тем, чтобы компилирующийся тот байт-код, мы ничего не теряли, если мы переходим на новый язык. С другой стороны, Kotlin добавляет некоторую безопасность, а именно он позволяет нам не допускать каких-то стандартных ошибок. Какие-то ошибки мы можем предотвращать в тот момент, когда мы компилируем программу. То есть мы можем ее допустить и потом поймать, она у нас где-то упадет, случится exception, предположим. А альтернативно мы можем сказать так, что компилятор будет предупреждать нас про все места, которые могут пойти неправильно. И на самом деле эти два требования к нашему новому современному языку говорят нам, что этот язык должен быть статически типизированный. Следующие два… Ну, мы не будем в это углубляться подробнее, потому что те, кто знают, что такое статически типизированный язык, они согласятся с тем, что тут написано. Дальше есть еще два важных момента, которые отличают Kotlin от каких-то похожих языков. Во-первых, и это было одним из основных требований в тот момент, когда мы начинали писать Kotlin. То есть, повторюсь, изначально хотелось писать существующий IntelliJ идею, существующий огромный проект на Java, на новом… ну, как бы добавлять какие-то новые… добавлять новую функциональность на новом языке. И для этого этот новый язык должен быть очень хорошо совместим с существующим Java кодом. То есть мы должны не только… Ну, то есть обычно, когда мы вызываем… когда мы работаем с любым JVM языком, который компилируется в Java bytecode, всегда очень легко вызывать из этого нового языка существующий Java код. Ну, вот если мы говорим про… про ситуацию, когда вы из Java кода хотите вызвать код, который вы написали на новом языке, то вот тут могут начинаться сложности. То есть иногда вам нужно сделать что-то очень специальное, чтобы это просто работало. С Kotlin это всегда по дефолту просто работает. То есть любой код, который вы пишете на Kotlin, может быть легко вызван из существующего Java кода. И в том числе поэтому его так легко интегрировать с существующими Java приложениями. Ну и, конечно, когда мы говорим про практичность языка, мы имеем в виду хорошую инструментальную поддержку. И так как Kotlin разрабатывается в JetBrains, у него есть IntelliJ IDE plugin просто с самого начала. То есть когда еще почти Kotlin не было, у него уже работал какой-нибудь ренейм и какие-то другие фичи IDE довольно удобные. А теперь мы переходим непосредственно к примерам из Kotlin. Я вам покажу несколько разных фич языка с какими-то комментариями, насколько это, не знаю, какая вообще проблема решается и насколько похожа она решается к каким-то другим языкам. Ну, я думаю, что… Видно ли код? Не нужно ли делать крупнее? Хорошо. Кто писал, похоже, код? Я думаю, глупый вопрос. Что? Зачем вы спрашиваете? Зачем я спрашиваю? Конечно. И в чем проблема? Он какой-то слишком многословный. Есть какие-то моменты, которые мы хотели бы выразить короче. Короче, и Kotlin позволяет нам это сделать. У нас в Kotlin есть такой экшен. Вот здесь этот код написан на Java. Я могу вызвать специальный экшен, конвертировать Java код в Kotlin. Так, окей. И вот это тот же самый код, но уже написанный на Kotlin. Заметим, что что-то похожее, оно верно и там для Groovy, и для Scala. То есть это не какая-то заслуга исключительно Kotlin. Сейчас есть понимание, что стандартные вот эти вот bin-классы, когда просто у нас есть в Java класс, который содержит филды и аксессоры, которые позволяют к ним обращаться, можно записать в каком-то более коротком синтаксисе. Зачем нам вообще нужны, зачем мы вообще в Java пишем вот эти get и set методы? Чтобы, если мы захотим поменять там какую-то имплементацию, например, добавить какое-то логирование, когда мы обращаемся или еще что-то, то мы могли запросто это сделать. И в Kotlin вот у вас есть такой простой, красивый, лаконичный способ для того, чтобы выразить часто, ну как бы самый частый случай, а если вам нужно написать специальный, ну какой-то специальный код в вот этом get и set методе, у вас есть возможность это сделать. Но идея в том, что для каких-то простых случаев это вот так красиво записывается. Следующий мой вопрос. Кто знает, что такое Singleton? Сейчас все такие должны. Что вы спрашиваете вообще? Хорошо. Singleton — это просто класс, у которого мы хотим в нашей программе только один инстанс. И в Java есть стандартный способ такой Singleton объявлять. Ну мы просто создаем… Ну на самом деле есть несколько способов, но вот это один из возможных вариантов. Мы создаем статическую переменную, объявляем, сделаем конструкцию приватно, мы просто потом дальше везде в коде используем Singleton, ну там или наше какое-то имя класса, точка instance и то, что мы хотим сделать. Это стандартная концепция. Если вам нужен только один инстанс вашего класса, вы знаете, что вы создаете Singleton, и потом используете его, и вам, как бы у вас гарантируется, что у вас этот инстанс только один. В Kotlin есть конструкция языка, которая вам позволяет делать ровно то же самое. Записывается чуть короче. Все то же самое. То есть это просто способ объявить Singleton, такой же, как и в Java. И на самом деле из Java он виден очень похожим способом. То есть если вы этот код вызываете из Java, вы точно так же пишете Singleton, там точка, какое-то специальное имя этого класса, и дальше вы его используете. То есть по сути Kotlin… Ну как бы вот эти примеры показывают, что вы можете какие-то стандартные вещи объявлять просто в каком-то, ну каким-то более удобным способом. Ладно, идем дальше. Еще одна вещь, которой на самом деле очень не хватает в Java. Может, в девятке добавить, не знаю. Иногда бывает очень удобно, потому что когда вы вызываете функцию, часто хочется написать, какое имя у этого… какому параметру относится этот аргумент, который вы передаете в эту функцию. Чаще всего это очень актуально для всяких булевских флажков, когда вы пишете там, вызываете функцию, и там true, 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 false. И что? И что это означает? А если вы напишите имена, то по крайней мере понятно, что происходит. То есть когда у вас имя аргумента говорящая, самоговорящая за себя, и там вы понимаете, что вы передаете. Это не нужно, но иногда бывает нужно. В принципе, в Java вы можете это имя написать в комментариях, но это выглядит как-то не очень, и если вы зрефакторите это имя, то оно само не подхватится. Поэтому это просто удобный способ. Вы можете, когда вы, ну, например, в данном примере я объявляю стандартный javascript список, на самом деле в глубине живет, а я забыла сказать, в Kotlin мы не… ну, как бы такое… Практичность Kotlin заключается в том, что мы не переопределяем стандартные коллекции. То есть мы их немножко улучшаем, но мы стараемся использовать стандартные javascript классы, чтобы облегчить интеграцию, ну, потому что если у вас есть, например, язык, назовем его Scala, которая… которая представляет свою библиотеку коллекций, и вы хотите интегрироваться с существующим Java-приложением. Каждый раз, когда вы хотите передать одну коллекцию в Java-код или обратно, вам нужно делать что-то специальное. Возможно, вам нужно какие-то обертки создавать или еще что-то такое делать. Если вы используете все же коллекции, то все работает просто и хорошо. Так вот, да, при этом я не к тому, что Scala какой-то неплохой язык. Нет, ни в коем случае. Я просто про то, что если вдруг вы хотите ваш язык использовать с существующим Java-кодом, то вот для этой роли Kotlin подходит сильно лучше. Так вот, возвращаемся к нашему примеру. Стандартный toString у листа распечатывает вот этот output. Если мы хотим здесь что-то поменять, то мы… то… ну, возможно, мы хотим распечатать что-то другое, например, просто скобочки нам не нравятся. И в Kotlin есть библиотечная функция join toString, которая говорит, как именно нужно соединить элементы коллекции в одну строчку. И вот это хороший пример, когда нам удобно писать, передавать именованные аргументы, ну, потому что это там, ну, наверное, это сепаратор, а не то, что мы пишем в Kotlin. То есть если мы напишем просто несколько пустых строчек, то нам непонятно, что мы хотим сказать. А когда мы пишем именованные аргументы, нам понятно, что здесь происходит. Соответственно, в Kotlin вы можете… если функция объявлена в Kotlin, вы можете специфицировать имя аргумента, когда вы передаете его функцию. Посмотрим, как эта функция объявлена. На самом деле мы не посмотрим, как она объявлена, мы примерно посмотрим, как она объявлена, как она могла бы быть объявлена, а потом мы немножко еще поговорим о том, как она объявлена на самом деле. Ну, то есть вот это пример функции, когда мы передаем дефолтные значения для параметров. И если вы, когда вызываете эту функцию, опускаете какие-то аргументы, то просто будут подставлены дефолтные значения. То есть вот в предыдущем примере я заменила только два аргумента, два параметра, а остальные значения берутся дефолтные. И печатается то, что… Эти параметры нужны на случай, если у вас очень длинная коллекция или бесконечный дрибл, у которого вы хотите распечатать только какое-то конечное количество параметров. Так, но теперь вопрос. Я уже сказала, что в Kotlin мы не создаем своих коллекций. Мы используем джавские коллекции. Но в джавской коллекции нет функции joint to string, а, как я уже сказала, список, он джавский. Как же это работает? В Kotlin есть такое понятие, как extension функции. Они… Может быть, кто-нибудь из вас программировал на C-Sharp. Тоже есть такие люди, да. По-моему, эта фича украдена из C-Sharp, если я не ошибаюсь. То есть в Kotlin вы можете расширять существующий класс, предоставляя ему специальные extension функции. При этом сам класс вы не меняете. Вы просто объявляете extension функцию, и в Kotlin вы можете ее использовать, как будто бы это мембер класса, но на самом деле это не мембер класса. Сейчас мы еще немножко поговорим, как это работает. Как мы объявляем extension функцию? Вот у нас есть стандартный джавский класс string. У нас, я думаю, что в большинстве проектов есть или были какие-нибудь специальные string-утил классы, которые предоставляли кучу методов, как удобнее работать со строками. В Kotlin все эти методы могут быть реализованы как extension функции. В данном случае мы объявляем extension функцию к классу string, и в теле этой функции мы можем использовать вот этот вот ресивер, так называемый, то, на чем мы вызываем, обращаясь к нему через ключевое слово this. И как всегда для ключевого слова this мы можем его опускать. То есть вторая строчка означает то же самое. И в Kotlin мы используем их как мемберы. Они видны в комплишне. То есть, например, если я использую здесь… Использую, использую, использую. Нет, не использую. Вот. Использую completion, то вот у меня находится та extension функция, которую я объявляла. Ну, как мы часто пишем код? Мы пишем, там, не знаю, expression, точка, и completion нам показывает очень много функций, которые мы можем вызвать в данном месте, и мы просто выбираем, что нам годится по названию. Вот. Но когда эти функции, extension функции видны в комплишне, код становится гораздо проще читать, ну и писать тоже. Говоря немножко про практичность и про то, что Kotlin хорошо сочетается с Java, я уже сказала, что эти… что все, что мы пишем на Kotlin, может быть легко использовано из Java. Вот вопрос. Как вы думаете, как это использовать из Java? На самом деле, вот, да, если нас наследуем, на самом деле все проще, и эта функция просто компилируется в статическую функцию в Java. Мы из Java ее просто используем как статическую функцию с вот этим вот ресивером в качестве первого аргумента. Вот этот пример. мы, ну то есть там генерируется специальный, сейчас я вижу, генерируется специальный класс с кучей статических методов, и мы из Java просто используем это как обычную статическую функцию, если мы хотим, мы можем ее там специально заимпортировать, и вот у нас есть та же самая функция, которая в Kotlin выглядит как extension функция, в Java мы ее используем, передавая вот этот первый ресивер в качестве первого аргумента. Да, вопрос. private функции классов вы просто не сможете использовать, потому что они не будут видны. private функции на уровне, private функции в пакете, если вы объявили private функцию, вот как, пловили, если вы сделали last chart, она будет видна только в файле, а если вы используете private функции, то ничего плохого не случается. Это же просто… Ну, то есть вы же в публичном методе класса, можете использовать его приватные методы? Еще раз. Здесь очень важно, что мы не меняем никак string. Мы просто как будто бы в Java написали вот такую статическую функцию, которая берет string как первый аргумент, и все. У нас нет возможности поменять этот string, то есть нам нужно было бы что-то более сложное придумывать. То есть мы просто создаем такую статическую функцию в Java, и в Kotlin у нас есть удобный способ эту функцию использовать, вызывая ее… Сейчас, вызываю ее на ресивере. Вопрос, да? Ну, это, я бы сказал, зависит от вас. То есть, в принципе, вообще, вообще, когда у вас есть более, так скажем, язык, который предоставляет вам больше возможностей, это касается там Kotlin'a, скалы в очень большой степени, ну, грубо говоря, в меньшей степени, в принципе, он вам также дает больше возможности все испортить. Это правда. То есть, гораздо больше возможностей. Но при этом, если подходить к этому разумно, если использовать какие-то конвенции, как это все хранить, то проблем не должно быть. Можно еще один вопрос? А вы не подскажете, нельзя ли здесь override как в Ruby методы? Ну, я надеюсь, что нельзя. Если они… Нет, кстати, вот эти вот функции на топ-левеле с extension и extension нельзя override здесь. Просто не работают. То есть, это соответствует статической функции в Java. И все правила для нее такие же. Спасибо. Так, вопрос. Да, из этих функций нельзя… Я поняла, видимо, это был вопрос. Из этих функций нельзя вызывать private методы класса string. У нас нету к ним доступа, да. У нас… Это эквивалент к тому, что вы бы в Java написали статическую функцию, и все правила видимости работают просто в Kotlin. Она будет обладать более удобным способом ее вызывать и использовать. Так вот, вот та функция, которую мы видели, вот эта функция joint to string, которую мы видели в начале, она на самом деле в библиотеке тоже объявлена как extension функция. Благодаря этому мы не засоряем как бы класс там list или iterable кучей разных ненужных функций, ну, нужных, но там нужных не всегда. А при этом у нас есть достаточно удобный набор там этих extension функций, которые мы можем использовать в нашем коде. Идем дальше. Посмотрим еще на примеры с как бы extension функций, которые улучшают работу с коллекциями. Вопрос, кто знает, слышал, использовал лямбды в каких-нибудь языках. Прекрасно, мне можно ничего не рассказывать. Это очень хорошо. Что вернет, что вернет вот этот вот вызов? Ну, то есть, на самом деле, да, список из вот этого вот, список из Васи. Прекрасно. Вы вообще… Я не помню. Надо смотреть. Можем… Смотрите. Посмотрите, пожалуйста. Прекрасно. Так, посмотрим потом. Ладно, для тех, кто, может быть, не знает все про лямбды, что здесь происходит? Здесь мы… Ну, здесь просто создаем список из элементов класса person. Дальше мы… Как мы до того, как эти… Как эти лямбды стали мейнстримом, и мы теперь всегда с помощью них работаем с коллекциями. Как мы… Что мы делали до этого? Мы создавали отдельный список, проходили по существующему списку, смотрели, что если у нас элемент удовлетворяет предикаду, то мы добавляли его в этот новый список. И, в принципе, здесь все работает точно так же. То есть фильтр нам возвращает те элементы данной коллекции, которые удовлетворяют данному предикаду, который мы даем на вход. Вот. Так в Kotlin записываются лямбды. Лямбды в Kotlin всегда пишутся в фигурных скобочках. Запомните этот факт, он нам пригодится чуть позже. Мы можем опустить тип аргумента, если он может вывести из контекста, и мы можем назвать… Если у лямбды есть только один аргумент, мы можем назвать его id автоматически… То есть он автоматически называется id. Мы можем просто написать такой код, и компилятор догадывается, что id имеет тип person. Так, сейчас. Что-то я очень много старого… Ладно. Еще какие-то примеры. Мы можем, например, превратить коллекцию из person в коллекцию, в данном случае из строчек, просто сказав… преобразуй каждый элемент коллекции во что-то другое, в данном случае в строку. Можем, например, найти максимум по… Ну, выдавая предикат, по какому именно ключу нам нужно искать максимум, вот такой метод нам вернет элемент, у которого… нашего человека, у которого наибольшего… которому больше всего лет. Хороший вопрос. Сейчас посмотрим. Я не буду вдаваться, показывать вам другие функции. Я думаю, что идея примерно понятна. И здесь важно отметить что? Что сейчас, да, сейчас в основном предпочитается такой способ работать с коллекциями. То есть передавать к каким-то специальным функциям предикаты по тому, что нужно с этой коллекцией сделать, или какое-то поведение, что нужно с этой коллекцией сделать, и эта коллекция преобразуется. В Kotlin у вас есть возможность точно так же работать, но при этом нужно понимать, что мы не меняем стандартные интерфейсы джавских коллекций, просто добавляя к ним вот эти extension функции, и это все поэтому работает с предыдущими версиями джавы тоже. То есть если вдруг вам зачем-то понадобится писать код под Android, например, вы можете спокойно использовать Kotlin, спокойно использовать все эти фичи, хотя при этом в джаве 6 еще нету никаких лямб и никакой такой поддержки. Да, вопрос. Да, спасибо. На самом деле у нас в Kotlin такой синтаксис, я забыла про это сказать. В принципе, лямбда всегда заключается в фигурные скобки и пишется просто как обычный аргумент. Если бы у этой функции было больше аргументов, например, мы скажем filter to, там хотим отфильтровать в set. Чего-то не сошлось. Ладно. А, я поняла, что не сошлось. Мы хотим отфильтровать в изменяемый set. Все, так сошлось. Первый аргумент пишется про… То есть эта запись, я думаю, хорошо читается. Здесь просто аргументы, то есть как бы параметры, аргументы перечислены через запятую. Дальше в Kotlin есть такое соглашение. Если лямбда является последним аргументом, то мы можем вынести ее как бы за скобки. Есть даже специальный экшен. Где-то он был тут. Вот. Move.Lambda.Argument.OutOfParenthesis. И вот эта запись эквивалента предыдущей. То есть это просто другая синтаксическая форма того же самого. Вот. И когда мы пишем просто фигурные скобочки, это означает, что лямбда является единственным аргументом, и мы ее просто вынесли за эти круглые скобочки и можем не писать эти круглые скобочки. Вот. Это, конечно, тоже можно запомнить. Спасибо за вопрос. Это тоже скоро пригодится. Итак, идем дальше. Возвращаясь к вопросу, а что будет, если список пустой? Если мы посмотрим на возвращаемое значение, то мы увидим какой-то вопросик. Да, теперь мы идем к еще одной фиче современных языков. У нас есть проблема. У меня даже есть специальный слайд для этой проблемы. Она даже имеет свое такое название. Billion Dollar Mistake, потому что никто не знает, сколько денег на самом деле было потрачено на то, чтобы решить эту проблему. В чем проблема? Вот у вас что-то упало, и у вас вот такое очень понятное сообщение об ошибке. Что же на самом деле здесь случилось? Вы смотрите details, и там тоже еще более понятное сообщение об ошибке. Вот. И, ну, что делать-то надо? Надо там идти смотреть. И вот здесь есть такая тенденция современных языков вот эту проблему предотвращать на уровне компиляции. То есть не ловить null-pointer exception во время исполнения кода, а сделать так, чтобы во время компиляции вам говорили, что ага, здесь может быть там null-pointer exception, проверьте. Ну, и там есть разные способы для решения. То есть, например, если кто-то смотрел на скалу, у них тоже есть решение этой же проблемы, другое, чем в Котлине. Там есть option type. Ну, неважно, не будем тогда про это говорить. Посмотрим на решение, которое есть в Котлине. Для этого в Котлине есть так называемые nullable типы. Если вы просто написали string, то в переменной такого типа могут храниться только строки, не могут храниться null reference. Если вы хотите в переменную уметь присвоить null reference, то вы должны объявить тип со знаком вопросика, чтобы говорить, что ага, здесь может быть null. И поэтому в Котлине иерархии типов по сравнению с javascript выглядит вот у нас есть иерархия типов, и здесь есть еще одна такая же иерархия, только с вопросиками. Вот, ну, это грубо говоря, там мы не будем вдаваться в детали. Но тем не менее, что здесь происходит? Если мы, если у нас есть выражение типа non-nullable типа, то мы можем его спокойно вызывать через точку, и все хорошо. Нам не нужно никак допустимно проверять. Если же у нас есть переменная nullable типа, то компилятор запрещает нам вызывать, разыменовывать эту переменную просто через точку, потому что в этом месте может случиться null pointer exception, и вы его не заметите. И вам нужно как-то явно проверить, что эта переменная не хранит значение null. При этом, в принципе, в java вы могли бы сделать то же самое. Вы могли бы каждый раз, когда разыменовываете какую-то переменную, проверять, что она не null. Это, конечно, безопасный способ, но он безумный, потому что ваш код будет засорен этими проверками. В Kotlin, по сути, вы делаете то же самое, вы каждый раз проверяете, но для этого предлагается какой-то удобный синтаксис, который не засоряет ваш код. Какой-то синтаксис. Вот вы уже видите, что здесь есть вызов через вопросик. Это называется safe access. По-моему, эта фича есть в груве, если кто-то смотрел. И, например, в Swift, которую Apple заинтродюсил. Поэтому это часто используемое соглашение. И вот вы можете запомнить, если вы не видели до этого. Возможно, вы его найдете не только в Kotlin. Что это означает? Если в S2 хранится null, то в итоге значение всего выражения будет тоже null. И все. Ну, то есть вместо того, чтобы кидать null pointer exception, просто верни null в результате. Можно сказать… Ну, вот следующий пример демонстрирует. Если вот это значение в результате было null, то верни null в итоге. А вы можете сказать, если S2 null, то кинь исключение. или там какой-то assertion error, еще что-то. То есть, в принципе, способов с этим работать довольно много, и они достаточно удобны. Ну, или если вы можете… Если вы уверены, что здесь не null значение, и вы хотите кинуть exception, вы можете явно написать два эксклюзивных знака. Это означает кинь мне null pointer, если это значение null. При этом в языке Swift, который предлагается с разработчиком, есть очень… Ну, на самом деле, такая же конвенция null-бл-типов, и у них операция вот этого опасного разуминования выглядит как один восклицитный знак. В код линейт два восклицитных знака, говорит вам, типа, не используйте никогда, старайтесь никогда не использовать эту запись, но, тем не менее, у вас есть такая возможность. То есть, в идеале нужно все проверять, но если вы там хотите, то вы можете явно написать, что вы кидаете null pointer exception. И в этом случае сразу видно, откуда оно, откуда этот null pointer exception мог вылететь. Также компилятор замечает, что если вы явно проверили какое-то значение на null, то, ну, и там, в этом месте завершили workflow программы, то после этого вы можете использовать как not null. Так, все уже засыпают, я смотрю. Сейчас что-нибудь поинтереснее. Ну, ладно, префакторим вначале еще немножко не очень сложного, сложных примеров, и в конце мы посмотрим на что такое более, может быть, нетривиальное. Что за чем? Сейчас, вот это вот переменно не может быть, вот это может быть, я не плачу вопрос. А Kotlin программистер привык к тому, что если у тебя типа без вопросика, то у него точно значение не null, а если с вопросиком, то может быть null. Не, ну вот пока, например, у этой аудитории еще нету таких уже вросшихся Java привычек десятилетиями, и у них есть сейчас как бы какие-то новые привычки приобрести. Возвращаемся к Kotlin. У нас, пример, у нас есть интерфейс какое-то выражение, у него есть два подтипа. Выражение у нас может быть числом или может быть суммой двух выражений. И мы можем, у нас есть, мы хотим вычислить значение такого выражения, и мы в Java мы бы написали что-то похожее. Мы бы можем проверить на то, что это выражение данного типа, ну и, соответственно, ну как бы если мы писали в Java, мы бы здесь написали явный каст к проверенному типу, и там верни, что, соответственно, как бы значение для данного типа. Если у нас это сумма, то мы можем рекурсивно вызвать нашу функцию для левого и правого аргументов и вернуть их сумму. В Kotlin мы можем сделать проще. Да, во-первых, нам не нужен этот каст. Во-вторых, мы можем заинланить теперь эту переменную. Дальше мы по сравнению с Java в Kotlin if возвращает выражение, поэтому мы можем написать просто return if, и теперь еще один find. Нет, не тот. Вот, вот что мне нужно. Мы можем использовать вместо if when выражение, которое похоже на switch в Java, но, так скажем, обладает большим количеством возможностей. То есть в данном примере мы проверяем, смотрим на это выражение, потом проверяем в ветках, какой у него может быть подтип, ну и в зависимости от этого делаем там какие-то нужные действия. Это чуть-чуть похоже на pattern matching из каких-то функциональных языков. Для кого эти слова обладают каким-то смыслом? Да-да, чуть-чуть похоже. Совсем чуть-чуть на самом деле, потому что вначале даже пытались это сделать чуть более похожим, но потом поняли, что для большинства случаев работает вот такой простой вариант, когда, то есть вот просто when, конструкция с такими простыми проверками, на самом деле покрывает большинство практических случаев, и поэтому никакую сложную логику решили не поддерживать. Вот, теперь мы подбираемся к еще, наверное, самому, ну, к самым нетривиальным вещам в Котлине, которые, по крайней мере, вроде ниоткуда не украдены, я обладаю, и обладаю некоторой эксклюзивностью относительно именно в Котлине. В некоторых языках есть, конструкция LED. Что она делает? Ну, то есть и в Котлине вы можете использовать ту же самую конструкцию. Сначала я расскажу, что вообще здесь написано, а потом мы поговорим о том, как на самом деле все устроено, и вообще, почему я об этом говорю. Значит, есть еще один способ, удобный работать с… так, ладно, сейчас. Наверное, вот так вначале. Что здесь происходит? мы можем на любом выражении вызвать функцию LED, которая принимает аргументом лямбду, и у этой лямбды есть единственный параметр, который, на самом деле, в который передается именно то выражение, именно тот ресивер, на который мы вызываем. Это стандартная довольно конструкция. Я думаю, что многие из вас с ней встречались. В Котлине ее удобно использовать для работы с nullability, когда вы хотите вот этот nullable тип передать куда-нибудь в качестве аргумента. И на самом деле такой код с вопросиком встречается довольно часто в кодлиновских кодбейсах. То есть в чем… Еще раз про nullability. Если у вас nullable тип стоит в качестве ресивера, вы после этого вызываете просто что-то через точку, то у вас есть удобный способ написать вопросик точка. Если же вы это значение nullable типа хотите передать куда-то в качестве аргумента, то у вас такого удобного способа нет. Ну, вам нужно как-то явно проверять. Вот. Ну вот и в Котлине есть такой, ну, как бы такая, сначала назовем ее конструкция, которая вам позволяет эту проблему удобно решать. А именно вы можете вызвать эту функцию let через вопросик. Таким образом вы можете вот этот вот person использовать в теле этой лямбды просто в качестве not nullable типа. Да. Она заинлайнится. Сейчас мы посмотрим. То уже сложнее, уже лучше или проверить явно, или еще что-то такое сделать. Но тем не менее, оказывается, что вот в практике часто используются. Нет, внимание, это еще не самая сложная вещь, которую я хочу здесь рассказать. Сейчас будет что-то по как раз, зачем я все это и говорю. Есть другая, похожая конструкция в Котлине, которая называется apply. это тоже некоторое что-то, что мы можем использовать на каком-то типе. И после этого мы в теле, это apply, функция apply принимает в качестве единственного аргумента лямбду. И в теле этой лямбды мы можем использовать вот на самом деле вот этот вот ресивер, но теперь не в качестве id переменной, а в качестве ресивера. Таким образом мы можем писать какой-то такой код и опускать здесь this, как обычно. Потому что функция так объявлена. Ну то есть мы можем… Ну то есть на самом деле почему нам неудобно здесь писать id? Потому что нам удобно this — это this опускать. То есть во всех тех случаях, когда мы бы хотели не писать this, мы можем использовать такую конструкцию. Вот. Теперь самое интересное, что я хочу рассказать. Ну, так. Сейчас я пойму. Теперь, зачем, собственно, я показала этот пример. В Kotlin эти функции, обе эти функции, они не являются какими-то конструкциями языка. Они являются просто функциями. И в самом начале доклада я говорила про то, что вот такая современная тенденция предоставлять возможности как бы больше повторяющегося кода выносить в абстракции. И в Kotlin можно эти функции… То есть это просто функции, объявленные в стандартной библиотеке, которые вы можете использовать, как будто бы они конструкции языка, хотя на самом деле это просто функции. Если кому-то интересно, может потом узнать у меня, как они… Ну, или, на самом деле, если кому-то интересно, посмотрите, как эти функции объявлены, например, в стандартной библиотеке Kotlin. Но вот это, наверное, последняя, наиболее такая неочевидный кусочек про… не знаю, про функции. Сейчас. Еще я вам покажу тогда один пример. Например, что можно сделать с этой функцией apply? Вы можете объявлить, там, не знаю, string builder в… ну, как бы обычный в Java, и вы внутри этой лямбды вы можете опускать эту… то есть вы можете писать this, там, append, что-нибудь. Но вы можете опустить это слово this и писать, как будто бы в… ну, как бы просто вызывать эти функции, как будто бы они… как будто бы мы вообще находимся в этом классе. Вот. И просто такой подход позволяет сделать код более читаемым. Ну, потому что часто вы можете там создать стринг-билдеры, потом пишите стринг-билдер точка одно, стринг-билдер точка другое. Ну, или это… такой же пример у вас происходит, когда вам просто нужно, не знаю, проставить, там, не знаю, как-то создать какой-то объект, вы создаете объект, и после этого его настраиваете, вызывая у него какие-то методы и проставляя какие-то параметры. Ну, это довольно часто встречающийся паттерн. Вот. И мы в Kotlin подобный код можем выразить чуть попроще с помощью вот этих вот специальных функций. Ну, да. Например, какой-нибудь там… Да, вопрос. Нет, нет, это так же, как с extension функциями. Мы, когда говорили про extension функции, мы говорили, что мы… Это просто внешняя функция, которая обновляет удобным способом вызывать. Здесь то же самое. Мы никакие классы, ничего внутри классов не меняем. Мы находимся снаружи и просто вызываем этот код. Так, ну, на самом деле мы уже все равно завершились, поэтому можем притекать к вопросам. Ну, можно вопрос насчет перегрузки этих функций? Как-то это разруливается? Сейчас. Перегрузки каких функций? Ну, вот этих вот. Extension функций. Нет, extension функции мы не можем overloadить, и они статически… Резовываются статически. То есть вы просто объявляете одну extension… Ну, как бы extension функция, она статически резовывается на… Да, overload… Сейчас. Да, overload… Да, overload здесь можно, да, я подумала про… Спасибо. Сейчас, вопрос был про… Про что? Про… Хорошо. В общем, если мы говорим про overload, overload здесь перегружать функции в код ли не можно, но чаще всего оказывается, что вам это не нужно, потому что у вас есть дефолтные значения для аргументов, а в java чаще всего вы перегружаете функции, просто представляете дефолт, ну, как бы какие-то дефолтные значения. Вот, но при этом у вас есть такая возможность. Так, у нас еще есть время на вопросы. Нет, у нас время вышло, и время на вопросы у нас после доклада. В индивидуальном порядке, хорошо. В индивидуальном порядке со спикером. Спасибо, Светлана. Тогда всем спасибо, если вопросы, давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ